Все, все, все по-честному. Все открыто. Все открыто. Таршифов, добрый день. Добрый день, Владимир. Спасибо, что мы снова с вами встретились. С тобой, да? Можно так. Можно, конечно. И, уважаемые зрители канала Планета Джудо, мы сегодня в гостях у известного мастера, какого узнаете чуть позже, в нашем интервью. А собрались, мы встретились с Владимиром по случаю вот такого как это назвать? Ну, по случаю выхода книги. Да, по случаю выхода книги. Книга называется «Как превращаться в дракона». Ну, ничего больше не говорю. Хочу просто, чтобы ты немножко рассказал. Почему, как и что. Да, да, да. Это любимый образ моего учителя. Вот, что когда мы занимаемся, да, мы немножечко, да, такое превращение совершаем, да. Ну, вот как сейчас говорят европейским, да, русским языком, да, что как бы превращаемся немножко в лучшую версию себя. Вот. А учитель всегда говорил, да, что вот когда мы занимаемся искусством, цигуном занимаемся, тайди, медитацией, то мы немножечко как бы превращаемся в дракона, да. То есть немножко такие сказочные становимся, да. И это очень здорово. То есть, потому что мы немножко отвлекаемся, да, от обычного, да, хода вещей. И как-то вот стимулируем, да, свою природу, свою фантазию, свою энергию. Как бы ее вот делаем такой сказочной и удобной, и приятной. Вот. И решил год назад записать несколько историй, да, которые вот рассказывают, да, про путь нашей школы, про школу Хуньюань, в которой я занимаюсь, про учителей, наставников, про грандмастеров Анжитяна, про моего Шифу, про учителей, которые раньше были, про метод, собственно, ЦИГУН, да, ну, таким какими-то простыми словами, да, обсудить и с учениками, как заниматься и как школа устроена. Ну, то есть, много вопросов вот таких простых. Это первый твой опыт? Да, это первый-первый опыт, да, первые вот шесть там, по-моему, глав у нас получилось. Вот. Очень интересно, очень интересное творчество, очень интересная работа, потому что каждая глава, это вот мой рассказ и много вопросов учеников, вот, ребят, которые у меня занимаются, про историю, про практику ЦИГУН. То есть, получилась очень живая такая история, как мы беседуем за чаем, так и записываем. То есть, по сути, небольшая просто редактура сделана именно вот Левзи. Ну, я вот смотрю, да, здесь прям вот как будто бы это вот ты читаешь как некая повесть, как какой-то вот рассказ, то есть, нету такого, что вот делай А, делай Б, вот какой-то диалоги как-то здесь. Нет, нет, нет. Здесь есть диалоги, здесь живая речь прямая, потому что, потому что, потому что, смысл занятий ЦИГУН, да, он рождается вот во многом, да, из самих занятий и разговоров об этом. То есть, когда мы получили некий опыт, да, или мы хотим начать заниматься, то для нашего ума крайне важно найти такие слова, такие формулировки и такие как бы истории, которые его заинтересуют. Для вообще идея издать такие лекции в одну книгу была, ну, какой-то, не то, что расчет, а для кого ты хотел это сделать? Как бы... Я, 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 прежде всего ориентировался вот на тех людей, которые у меня занимаются. Для, потому что каждый разговор всегда что-то новое приносит. То есть, когда мы собрались обсудить, например, самое начало занятий, медитацию, как мы дышим, какие упражнения делаем, чем в школе хоть можно заниматься, всегда уникальный разговор получается. При нем присутствует всегда немного людей. Вот. А если записать, то все прочитают, да, ученики, а их много теперь уже, да, вот, и все подумают, какие-то вопросы зададут, и все будут в курсе вот этой дискуссии. Это очень здорово, потому что школа большая, школа растет, каждый год и приходят люди, и заниматься для здоровья, и готовятся по тренерской программе, и по той шоу. Ну, то есть, много, да, много разных людей, да. И постепенно, вот, история, как бы, тоже выковывается. То есть, я понял, что фраза, которую, да, мы все читали у Карлоса Кастанеды когда-то, что не так важна сила, как сказки о ней. То есть, действительно, если мы рассказываем о своем искусстве, то люди могут узнать. Узнать, заинтересоваться, попробовать заниматься. Очень здорово. То есть, очень большой отклик. Вот, уже два тиража вот мы раздали, и здорово, здорово. Эта книга может рассматриваться как некий учебник? Или это все-таки... Это такое очень неформальное введение, да, в теорию нашей школы. Очень неформально. Я очень... То есть, задача не стояла, как бы, издать учебник по практике? Нет, нет, нет. Потому что я, когда какую-то схему рисую, учитель говорит, сотри, больше никому не показывай. Я говорю, шифр, ну как же, мы же должны ученикам показывать схему, как все работает. Он говорит, нет. Мы должны заинтересовать, чтобы они искали эту схему, чтобы они очень захотели ее найти, и они ее найдут. Они, безусловно, найдут свою схему при этом. Но наша задача в них пробуждать вот этот интерес к поиску этих знаний. Ни в коем случае не давать готовое. Это может, он говорит, это может повредить как бы людям. Они как бы приобретут знания и откажутся от дальнейшего прогресса. Вот. И поэтому он вот великий мастер заинтересовать. То есть, он рассказывает о каком-то феномене, вот центр тела, Дань-Тянь, давайте попробуем. Да, он какие-то подсказывает идеи для практики, как делать. И ты уже сам потихонечку начинаешь думать, а что же это такое, Дань-Тянь, а что же это, как это, то есть, какая ты в этом идея. Но восточные учителя и вот китайские мои наставники, они не спешат с передачей знаний и и благодаря этому я считаю, что у них очень живая как бы система передач. Это не значит, что они не понимают, о чем они говорят. Это значит, что они не спешат ученику как бы давать готовое знание. Они его спешат заинтересовать. Заинтриговать, я бы сказал, да. Заинтриговать. Ну вот сегодня в нашем интервью ты мне только сегодня презентовал эту книгу, я еще ее даже не прочитал, но здесь вижу шесть глав, на твой взгляд, они вот так расставлены первое, второе, третье, четверое, пятое, шестое в порядке значимости или какие-то на твой взгляд вот эти главы, ну я так можно немножко прочитаю эти главы, дыхание и внимание. Волшебные точки Найгун, искусство шагов, приложение силы, парная работа, структура школы. Это последовательность? Да, это определенная последовательность, да, которая создает что-то есть более важное или менее важное. Да, да, более важное поставлено на первое место всегда. То есть внимание и дыхание. То есть по сути, когда я спрашиваю учителя, а чем мы занимаемся, он говорит, мы собираем внимание в центр, медитируем и занимаемся дыханием. То есть создаем долгое дыхание. И вот целая глава про это, да. Вот еще, ну так как мы все-таки рассказываем и о книге, и вообще беседуем, да, о школе, о вот этом искусстве, которое ты владеешь, которое ты передаешь знания. Дыхание и внимание или внимание и дыхание? Как ты думаешь, что все-таки... Внимание, конечно, первично. Внимание первично. То есть как бы дыхание, зарождается уже как бы в центре, да, то есть есть определенные этапы и есть практики, которые до дыхания делаются, называются тихие практики, да, то есть когда дыхание есть, но мы ничего, как бы, но мы его не регулируем. То есть в этом смысле регулирование внимания это первый вопрос о регулировании дыхания второй. Здесь вот в этой главе и как мы видим здесь какой-то идут диалоги, то есть здесь это все обсуждается. Да, то есть каждая лекция очень проходила так, как всегда проходит у нас обсуждение, то есть я рассказывал то, что знаю, а потом ученики задавали вопросы, то, что их интересует и мы что-то еще как-то развивали тему. Ну, давай пройдемся еще. Да, конечно, конечно. Волшебные точки и вот здесь потом нейгун. Ну, раскроем. Внутренняя работа это нейгун, да, то есть то, что цигун, собственно, нейгун это старый термин, да, работа внутри. То есть по сути, когда мы немножечко научились медитировать и дышать, позанимались этой практикой, то по нашей школе мы переходим к рассмотрению различных точек, ну, прежде всего точек акупунктурных в области живота. И мы отслеживаем, как там происходит дыхание, как меняется давление при дыхании. То есть это считается очень благоприятным созерцанием центра и очень оздоровительная процедура. Мы используем такую палочку и ей массируем точки и смотрим, как там идет дыхание. Они называют так волшебными точками. Да, потому что они очень сильно влияют на кровообращение в области живота и стимулируют движение энергии. Ну, то есть, собственно, кровоток открывают и изменение давления свободное. То есть, диафрагму освобождают и так далее. Поэтому волшебные. Искусство шагов. Третья глава у тебя искусство шагов. О чем там говорится? Принцип очень важный, что цигун как бы он не придумывает техники. Он исследует то, чем человек владеет уже от природы. То есть, в частности, движение шага это наше видовое движение. То есть, собственно, человек живет по большому счету, его тело живет и функционирует благодаря тому, что мы ходим. То есть, и в этом смысле познание шага, дисциплины, которые связывают медитацию, дыхание и движение это важнейшая составляющая культуры здоровья, долголетия, определенной психической устойчивости. То есть, как бы нашим объектом медитации, сосредоточения в этих практиках является сам шаг. Сам шаг, то есть, мы здесь разговариваем про такую великую доктрину как Баглоджиан, то есть, что движение восемь шагов делается по кругу и полностью организм запускается, оживает и регулируется благодаря практике осознания шага. целая глава, да, правильно? Переходим в следующий этап, четвертая глава, приложение силы. Да, ну, то есть, мы начали как бы, да, по книге двигаясь, мы начали медитировать, дышать, включили важнейшие точки, начали двигаться, и теперь следующий вопрос, это как мы эту силу нашу внутреннюю будем передавать другому человеку, и как мы его силу будем перенимать, то есть, как мы будем взаимодействовать, да, то есть, вот, следующие две главы, приложение силы, парные упражнения, это вот разговор про то, как мы, что боевое искусство, это про коммуникацию, про взаимодействие, причем не обязательно уж очень не силовое, да, то есть, в начальных этапах, да. Извини, я тебя прежу, мне очень нравится вот твой взгляд, то, что я, кстати, перенял немножко у тебя эту идею, что мы именно взаимодействуем, не то, что там боевое искусство, как бы, да, мы занимаемся для того, чтобы кто-то кого-то хочет поломать в каком-то смысле, да, а именно во взаимодействии. Вот эта идея мне очень нравится, и поэтому вот приложение силы, парная работа, она, то есть мы прикладываем силу не для того, чтобы, по сути, как-то навредить, да, своему партнеру. Ни в коем случае, ни в коем случае, то есть контекст боевых искусств уже многие-многие столетия, он про взаимодействие, про взаимно полезные упражнения, прежде всего, и только на каком-то этапе они становятся игровой борьбой, в которой мы отрабатываем именно стратегии конфликта. Но все равно это дозированная сила. То есть эта сила, я свою историю тебе рассказывал и повторю, потому что для меня, я вообще не был уверен, что я смогу заниматься боевым искусством. До тех пор, пока я не увидел, что вот есть той шоу, толкающие руки, где в самой практике прописано, что нужно вывести партнера из равновесия и оставить его целым и невредимым. То есть это как бы основа, это очень гражданское боевое искусство, самое цивильное, вот на мой взгляд. Можно спорить об этом, какое боевое искусство самое цивильное. Но я для себя выбрал той шоу. Почему? Потому что бокс чуть-чуть как бы вот эта история про нанесение ударов, она не очень полезна для здоровья. В борьбе тоже много моментов, которые вот эти резкие падения, много техник, которые ну как сказать, они не подразумевают, что партнер останется такой же целый. И это меня напрягало всегда очень сильно. Я так не люблю. С другой стороны, я попробовал например айкидо, мне показалось, что немножечко слишком формально. Для меня. Когда совсем нет поединка, для меня немножко грустно. Мне немножко грустно. То есть видимо все ищут свое. То есть кто-то ищет сильный удар, кто-то ищет хорошие броски, кто-то ищет как в айкидо формальную отработку определенных действий до автоматизма. Мне важна импровизация, но тем не менее боевое искусство было. Об этом диалоги в этой книге? Да, конечно. Это как раз предмет. Я сюда только те вещи вносил в эти лекции, которые меня волнуют. А я с учениками это все время обсуждаю. Я говорю, ребята, если у вас этика, как бы, все зависит от вашей этики, то есть вам нужно подобрать себе искусство, которое вам подходит. Если ваша этика не подразумевает, что вы готовы голову подставлять и людям наносить какой-то урон, значит выберите себе искусство соответственно. Иначе нельзя. Иначе будет противоречие. Я вот здесь приводил этот пример, что общался, был в Непале, когда общался с горками. Это отдельное такое племя в Непале. Они все служат в британской армии профессионально. Такие наемники, все. Это в принципе люди, которые именно воинской какой-то занимаются. У них прямо каста, но у них специфическая очень этика. Они говорят, мы когда кого-то отправляем на тот свет, мы испытываем божественный экстаз. То есть согласно, мы служим богине Кали. Мы служим богине смерти. Да, мы следим, чтобы никто не страдал лишнего, но мы делаем это с определенным чувством религиозного долга своего. Все умирают, но мы знаем, как это делать правильно. я говорю, ребята, слушайте, я буду про вас рассказывать всем, как бы, всем. Потому что, как бы, вот у вас... Они не чувствуют угрызения совести? Нет, они говорят, мы вот в нужный момент, в нужное время освобождаем человека вот от... И в соответствии с нашей этикой, как бы, это круто. Я говорю, ребят, я буду про вас всем рассказывать, потому что, как бы, христиане, мусульмане, иудеи, которые, как бы, занимаются войной, как бы, они немножко, ну, ну, не убили. Да. И все. И никаких... No excuses. No excuses. Нет, извинения, у тебя записано, не убей. Да. Никаких, никаких, ты не можешь это делать, если ты, как бы, христианин. Либо, как бы, откажись от веры. Иначе, я не понимаю. Иначе, есть фундаментальный конфликт, я не понимаю, как потом, ну, миролюбивая, да, как бы, доктрина может вести, как бы, человека на войну. Это определенное противоречие. Вот. Но, если этика позволяет, то хорошо. Если не позволяет, то не очень хорошо, потому что конфликт. То есть, надо выбрать тогда деятельность, которая не конфликтует. Да. И вот, с боевыми искусствами то же самое. Вот мы переходим к шестой главе, структуру школы. Вообще, школа... Так, я прошу прощения, Владимир, ты мне скажи, как она точно... Хунь-юань. Хунь-юань, да. Школа Хунь-юань. Да. Ее, вот мы сейчас говорили, ее этика. Какова здесь говорится об этике школы. Да, да. То есть, о том, что мы как бы ищем, здесь вот есть каллиграфия, сейчас я ее покажу тебе, значит, что небо, земля, человек в соединении. То есть, мы ищем вот в поле как бы конфликта, в поле ситуации, мы ищем противоположности, середину и путь, который лежит за их пределами. То есть, который их все соединяет. То есть, мы понимаем, что есть конфликтующие стороны, что есть нейтральная сторона и что есть некий путь, как бы всегда, который можно найти, чтобы увязать все эти интересы. То есть, найти некую схему, как это все дальше будет жить и двигаться. Вот в этом, как бы, идея школы Хунь-юань. На твой взгляд, тебе лично, вот, ну, знаете, знаешь, как, когда что-то проводишь занятия, да, учебные, и в конце занятия ты там можешь сесть, да, и подумать, так, не получилось сегодня занятие и так далее. Книга удалась? Как, на твой взгляд, книга получилась? Я думаю, очень много пользы. Я думаю, что это первый шаг такого, знаешь, большого пути, потому что мы про боевые искусства вообще в современном мире нужно учиться рассказывать, про китайские боевые искусства нужно учиться рассказывать, то есть мы все в этом ученики. Я думаю, что это хороший, хороший пробный ход, что мы продолжим, будем писать еще книги, вот, потому что тема прекрасна. То есть она прекрасна в том, что люди приходят в боевые искусства для того, чтобы менять свою жизнь, вот, это происходило, происходит, и я верю, что будет происходить. Вот, задача наша, как тех, кто вот преподает, найти те слова, которые, тот язык, да, которым сейчас об этом нужно рассказать. То есть меняется время, меняются люди, меняется немножко смысл, да, того, что происходит. Наша задача вот для современного, да, как бы, мира, да, эту историю рассказывать. Понятно, что нет в этой истории конца, да, вот что, но мне чертовски интересно, да, то есть, как это все происходит, и очень красиво.